Добрый вечер! Я помнил, что вы очень позитивно пели про девушку Мончи Тундру. Почему-то мне сразу это как-то вырезалось в память. То есть ребята, видно, любят свой город. Вы были еще с молодым поэтом, юношей, и с Иссоевым Сергеем Петровичем. Вы у нас впервые, я так понимаю, в библиотеке впервые. Дебютант с новосельем у вас. Я думаю, что все состоится. Ценим каждый человек, который приходит. Не так нас много, как выясняется. Неделю назад у меня проходила презентация в Мончегорске, в родном городе. Как выясняется, ходят только те, кому это нужно, тем это и ценно. Если говорить о себе, то буду абсолютно краток. Родился я в городе Воркуте, в коме СССР, по рождению северянин. В Мончегорске живу с 1993 года. Между этими, так сказать, 65-м годом рождения и 1993-м годом лежал некий путь. Закончил ленинградский военмех. Работал в Петербурге, в теперешнем, тогда в Ленинграде, в свое время, по специальности. Потом волею судьбы оказался после смены нескольких мест жительств в Мончегорске. Где я присутствую, 18-й год, вполне, скажем так, нормально, успешно. Что касается изящной словесности, поэзии, не из воздуха это все родилось. У меня мой отец был в свое время членом союза писателей коми СССР. Пришлось решать. Либо прошлая карьера, либо ворвать с прошлым и заниматься уже больше, так сказать, песенно-поэтическим творчеством. Я выбрал второе, не жаль ее. Хотя, на взгляд многих, я поступил, в общем-то, глупо. Потому что, типа, погоны главного инженера, предприятие, ремонтно-монтажное, ну как же, столько лет отдан. Ну вот так. Я на это отвечаю всегда очень просто. Как только дослужился до больших погон, они почему-то становятся не нужны. Значит, печататься в Мурманской области здесь я начал, в общем-то, ну, городские газеты трогать не будем, это дело такое. С подачи моего друга, старшего товарища Сережи Сысоева, который познакомил меня с Владимиром Петровичем Семеновым. Имя, наверное, всем известное в Мурманской области. Наш, действительно, один из старейших писателей, один из ценнейших, действительно, писателей и поэтов, публицист, журналист. Вот, прекрасный человек, с которым он меня познакомил, Сергей Сысоев. Владимир Петрович дал мне возможность публиковаться в альбонахе Союза российских писателей «Мурманский берег», 4 года я публиковался там. Потом как-то мы, была у меня литературная страница в «Полярной правде», в «Мурманской вестнике» меня печатали. Но потихоньку-потихоньку я перезнакомился с, поскольку у нас два союза, Союз Российских писателей и Союз Писателей России, да, вот, пошел я совсем по другой стезе. Вот, познакомились мы с Димой Коржовым. Не сразу так наше знакомство было постепенно. Тоже, наверное, всем известный человек. Вот, очень классный поэт. Вот, очень такой, со своей достаточно жесткой для многих тяжелой позицией, хотя мы как-то с ним понимание нашли очень быстро. Вот, с Мариной Чистоноговой, с Михаилом Решетой, ну и со всеми, с Николаем Колычевым познакомились. И как-то я больше, и я, и мои товарищи по цеху изящной словесности, это наша городская общественная организация, вот, в Менчегорске, которая представляет бардов и поэтов достаточно уже такого зрелого уровня. Мы как-то больше стали сотрудничать с Союзом Писателей России. Ну и досотрудничали из-за того, что в прошлом году мне помогли выпустить первую книжку «Автопортрет углем». В течение буквально 11 месяцев вот вышла вторая. Мы с Григорием Сыпко, с моим коллегой, поэтом-юмористом, стали членами Союза Писателей России в прошлом году. Когда Ведон подрос немного, ну не по дням, а по часам, он изнутри всю бочку строго стал изучать, без мамки сам. И вот, обыскивая стенку, салтан отфакленный агент нащупал теплую коленку. Вы кто? Мыслитель, диагент. А это что за малолетний? И он раз в бочках из-под вин. Надеюсь, пассажир последний. Знакомьтесь, Геккель Беррифильм. Если летчика случайно, кусть гремущая змея, у него исход летальный. Это правда, без вранья. А загнувшись неподдельно на скамейке у ларька, кто-то взял исход сидельный. Это уж наверняка. Коли в армии доневальный гимн с Кондратьевым споют, у него исход стояльный, героический исход. Ну и понемножку стали участвовать в мероприятиях именно Союза. Хотя мы уже два года плотно принимаем участие в работе именно писательской организации Мурманской области. Вот такой вот боевой путь. Что можно сказать? Книги выпущены, не могу не отметить, книги выпущены издателем одним. Это Игорь Апимах. Это, пожалуй, самый передовой на данный момент издатель. И я могу сказать не только на Кольском полуострове, но я думаю, что и в северо-западном регионе. Который поддерживает изящную словесность, хорошую классную прозу, хорошую публицистику, который пытается идти навстречу авторам, сотрудничает очень хорошо с Союзом писателей России. Да, собственно говоря, и не только с ним. Человек, который разбирается в литературе и который работает напрямую и с авторами. Ну вот мне повезло, мы как-то вот с ним нашли общий язык. И, в общем-то, вторую книгу. О первой книге я вообще не говорю. Первая книга – это детище Дмитрия Коржова, который с Игорем Апимахом и основал эту серию, в которой вышла эта книжка. Первая книга поэта. Она не только у меня вышла, вот у Гриши Сыбкова вышла, еще у многих. Если бы не этот издатель, я бы второй книги не увидел, это точно. Так что вот все очевидно, это очень правильно все сложилось, что вот в нужное время, в нужном месте собралось столько количества, необходимое и достаточное количество нуждающихся друг в друге людей. Стихи не датированы. Поскольку очень много было писалось, так сказать, долго все это зрело в туне, как сказал Семенов, сварилось в собственном соку, пока не сварилось окончательно, так как надо. Многие стихотворения в течение, написанные давным-давно, потом были извлечены на свет Божий, подвергнуты правке. Поэтому точную дату создания каждого стихотворения я проследить и не смогу сейчас. Поэтому, хотя вот вторую книжку предваряет под заголовок, стихи разных лет, так первое этого не было, чем они отличаются? Но Дмитрий, когда составлял, как редактор-составитель, вот первую книгу, он четко вычислил одну из грани лирического героя, поскольку ему надо было это сделать в кратчайшие сроки. Отсюда это название «Автопортрет углем». Там есть у меня цикл стихов, Дима хорошо разобрался в этом, подобрал все стихи, цикл стихов такого человека из городских окраин, из городских низов, Дима его назвал интеллектуалом из пивной, который ставит себя в пику любому официозу, трепыхается, сопротивляется, не приемлет окружающую действительность и так далее и тому подобное. То есть, естественно, там, в общем-то, достаточно и в личном, и в общественном, в личностном плане здесь большая протестная такая волна идет, но, опять же, все-таки, как бы мы, какими бы мы реалистами не были, искусство – это не прямое отражение, хотя это банальщину говорю, да, не прямое отражение, отражение того, что вижу, то и пою, поэтому реакции здесь нелинейные, и многие выражения и многие впечатления, в общем-то, принимают метафизический характер. Сразу предупреждаю. Как, например, алкоголь. Алкоголь в России – явление метафизическое, это не просто пьянство, это явление. Это явление, которое тоже стоит в ряду антиподов официальной жизни, так сказать, прилизанной, причесанной. Что касается второй книги, то это моя первая, так сказать, самостоятельная работа. Как составителя уже не стал я уже Диму напрягать, потому что совесть надо иметь. Работал сам над этой книжкой, помогал мне, в частности, написал предисловие, замечательный тоже наш автор, теперь уже мой товарищ, и по союзу писателей, и по жизни, я думаю. Александр Рыжов – прекрасный поэт, Оленигорский, прозаик, публицист. Саша написал такое предисловие, даже заказать такое предисловие невозможно было. Это все отмечают. Все говорят, ну, тебя вот, как Саня написал. Я не простил, честно говоря. Но так получилось хорошо. Поэтому я считаю, что вторая книжка такая уже более зрелая в плане материала. Но темы продолжаются. А чем они отличаются? Вам судить. Сейчас мы это дело все начнем делать. Значит, выступление построено очень просто. Чтобы вы не скучали, будут песни, поскольку песенные тексты некоторые в первой и второй книжке присутствуют. Это уже давно проверенный вариант. Так сказать, на всех наших вечерах, на всех наших концертах песни в перемешку со стихами, так сказать, друг друга дополняют. Люди не скучают. Это правильно. Вот. Все построено блоками. Если у вас появляются вопросы по ходу, так сказать, пьесы нашей, прошу не тянуть, задавать. Поскольку 5-6 стихотворений, песенка, блок, пока я тут перевожу дыхание, ради бога, задавайте вопросы. Буду только рад на них. Есть один рассказ. Я не помню, какого автора. Там один человек, мальчик один кричал. Да я в Москве родился. Второй ему говорит, да что там в Москве рождаться-то в столице? Ты вот у нас на севере родись. Попробуй родись. Маленькие города, вот эти вот, где городообразующее предприятие одно, поскольку уж мне довелось, так сказать, не в одном таком городе родиться и жить, вот, и выживать. Это для меня тоже некий антипод столичному псевдоблагополучию, столичной психологии, которая и есть по-любому, при любых обстоятельствах, столичному снобизму, который и есть, и который очень заметен нам, даже у очень уважаемых людей, вот, с годами, видимо, все больше и больше, потому что он у них в крови. И тут ничего не сделаешь. Шакрайны всегда противопоставлялись центром. Пусть без антагонизма. Такого уж. Потому что все равно Россия. Но, как говорил Лев Николаевич Гумилев, вообще пастионарность склонна сохраняться дольше на границах ареала обитания. Ну, смею вас уверить, у нас граница все-таки. Поэтому я думаю, что мы все-таки немножко здесь поживее, несмотря ни на что. Жизнь такая. Хотя сейчас вроде бы период некой такой стабилизации, но мне кажется, что это больше стагнация. Вполне естественно. Поэтому вот начинаем с чего. Такого впечатления. Маленький город. Стеклянный насквозь. Общий дверной глазок. Ежели кто заколотит гвоздь или чихнет разок, где эта улица, где этот дом, сразу любой поймет. Тайны чужие, они, пардон, точно целебный мед, нас выручающий в холода. Что же стряслось со мной? Где же эта барышня, навсегда оставшая мне родной? Не отыскать. Хоть кричи ау, нищий смешной простак, верно помстилась, а наяву вышло совсем не так. Поиск надежды, напрасный труд, ибо пуста скрижаль. Сердце немеет, гадалки врут, да и себя не жаль. Отпускные бесследно канули, на полгода вперед зима. Я беседую с тараканами, потому что клопов нема. Я и этих морил ответственно, все сожрали они, ей-ей. Значит, школа у них советская, одинаковая с моей. Как положено неразлучным, утомилась ругать меня своевременными получками, необласканная родня за общение с паразитами. Нет бы к ногтю пришельцев, вхвать доморощенным инквизиторам, лишь бы гадостью поливать, отвергая досужей вымысел. Ты давай, на рожон не лезь, будто из дому ссор не вынесен, и собака зарыта здесь, абсолютная околесица. Только крикнул бы кто, ай да, я бы вниз босиком по лестнице, и добром уже никогда восвоясь и почти безумные, где природа берет свое, где торгует осипшим зуммером телефонное деловье, а где повесить, кажись, болтался бы в углекислых мечтах топор. Фермопилы, жилье спартанское, неприступное до сих пор. Если б я жил в телевизоре, малый, зато не пробов, гадил бы кашей вискоса между зубов деролок. Если б я жил в телевизоре, собственно, грех лениться, с Настейш открытой визой шлялся бы за границу. Если б я жил в телевизоре, дайте нащупать тему, всей душой резвился бы и виртуальным телом. Если б я жил в телевизоре, я бы смутился вряд ли публикою освистанный и нареченный дрянью. Если б я жил в телевизоре, вроде Фиделя Кастро, родине и правительству выписал бы лекарства. Если б я жил в телевизоре, кто там у них начальник, насмерть бы удавился, лишь бы не выключали. Если б я жил в телевизоре, ловкий, красивый, стильный, мне бы Высоцкий с Висбором харю расколотили. В кухне иллюминатор сплошь затянуло льдом. Подлодка на зыбком грунте Пятого океана. Просто многоквартирный, чуть сумасшедший дом. Значит, опять приплыли. Тихая гавань, омут, черти аборигены варят людей живьем, тесно в котлах соседям. И оттого не тонут грешные доходяги, глядя, как мы втроем в черную глупь уходим. Опереди взабвенье, происки доброхотов, коих девиз окстись незачем. Друг фотограф, останови мгновение, ибо оно прекрасно, только бы не спастись, не задушить бы счастье собственными руками. Если замкнуть пространство, времени грош цена. Тяжко скатившийся в воду, бывший лежачий камень падает, точно зная, что не достигнет дна. Слегка помятые, но неотразимые противники насилия и зла. Мы, рыцари похмельной образины и кое-как накрытого стола. И дело в общем даже не в успехе, об этом ниже следует строка. И пусть давным-давно ушли доспехи и родовые замки с молотка, пусть верное оружие не ново, да не подвластно ржавчине и лжи. Поскольку изначально было слово, врага единым словом уложи. И пусть лаяты, забитые гитары и доброходы вовсе не соврут, что пунктами приема стеклотары отмечен нами избранный маршрут. Пусть до сих пор вздыхают непорядок, куда бы вас пристроить, дураков. Мы, рядовые лестничных площадок, подвалов, подворотен тупиков. Среди всеобщих войн и примирений за правила стоять особняком. Лишенные моральных поощрений и идущим, обнесенные майком. Чем бы впредь судьба не изводила, заранее известно, чуваки, что слава лишь большая крокодила, хоть и вполне сойдет на шашлыки. Пусть даже для кого-то мы, варяги, они нас не сумеют причесать. Алло, братва, возволочитесь тяги, ведь спас он для того, чтобы спасать. Алло, братва, возволочитесь тяги, ведь спас он для того, чтобы спасать. Выкрута со скупой зимы. В пору бы снега, или просить взаймы, или купить. Но видишь ли, братец мой, нет ничего дороже, чем снег зимой. Вот и сегодня он пополам с дождем. Ладно уж, настоящего подождем. Пусть ожидание может продлиться год, стерпим и это. Сколько еще забот, кроме погоды? Если бы лишь она определяла лучшие времена, всем, очевидно, было бы по душе с милыми рай устраивать в шалаше, где потеплее, скажем, в субтропиках. Если же наше счастье у нас в руках, что ж мы его доселе не обрели, не уступив ни пяде родной земли на побережье северном. Я о том, что оно южное. Кстати, житейский шторм часто опаснее тех, что несет гольфстрим. Знать о погоде попусту говорим. Ну что, господа присяжные, коленники пристежные, лихие, лихие, порой отважные, мы нодичьо приуныли, устали, пообносились. Куда уж тут в хит-парады на пенсию копим силы, чему несказанно рады. Не знать бы в зубах ущерба, талямку тянуть покорно, и пусть не особо щедро на ясли швырнули корма. Есть повод перекреститься оставшимся при своих. Какая там тройка птица, ой, с кубекарем на троих. В тепловые, да где по суше, гляди всю дорогу в мыле. Неужто ослепли души и в пятках сердца хромые останутся во спасение и совестью правит страх? Эх, знать бы, что к воскресенью приводит тут смертельный крах, а с виду не все так плохо и, в общем-то, поправимо. Считай, впереди эпоха, ну, минимум половина. Но к песне былой свободы не сыщешь доходных строк, какие мал наши годы. Лед тронется, дайте срок, когда же весна чужая и строя рванет нахально, и ветер, не освежая, нам в глотки забьет дыхание, не стоит хрипеть до коле. А, впрочем, хоть волком волен, подняться бы в чистом поле, а мытой дождем травой, подняться бы на русском поле, и когда кривые плодят слепых, обещая, будь-то начнет цветать, и когда распродана красота, отчего жалеть, все равно сгноят, коль не оскудеет рука твоя, наши не отсохнут, давай еще. Убивали, грабили, нипочем, крашенными яйцами по зубам, да тремя перстами в коротту лба, и пошло-поехало, рви гармонь, ковыряла гвоздиком си-бемоль, перепонки хилая детворе, занялась лампадою на воре, царская корона, пожар слегка, тронул сивый валенок парика, горестной мыслишкой о целине, и любовь скребла прошлогодний снег, вычисляя рта, онемевшие ноль, колосились мертвые за спиной, заварила солнышко Иван чай, ничего мне, господи, не прощай. Взять бы тачку, да покруче, и уехать далеко, полагаясь лишь на случай, хоть счастливый, хоть какой, моментально растранжирить, бесполезные гроши, колесить, давая жизни, восвоясь и не спешить, прямиком, не маскируясь, всем гаишникам сказать, дескать, выдумали трусы у машины тормоза, и лететь, как угорелый, это время проскочив, где сегодня я старею, и выслуживаю чин, что считается удачей, а кому не повезло, тот и впрямь катает тачку, или мучая кайло, помирать, зараза медлит, на родимой стороне, кроме Ваньки и Емели, целиком фартовых, нет, всякий третий братцы лишний, облизнувшись на калач, прикуси губу, счастливчик, знай себе, терпи, не плачь. Как говорят, первая книжка, она, в общем-то, нужна автору не для того, чтобы грудь вперед выпитить, а наоборот, чтобы понять собственное несовершенство, и, в общем-то, какой-то ничтожный человек. В общем-то, все это правильно, абсолютно. Есть такой замечательный критик, очень маститый, человек, конечно, спорных взглядов, но из современных критиков, наверное, один из наиболее уважаемых людей, хотя либералы считают его черносотинцем, Владимир Мондаренко, он выпустил такую книгу «Последние поэты империи». Она вышла очень небольшим тиражом в начале 2000-х годов, в 2002-м или в 2003-м. Он там пишет, это сборник очень хороших биографических очерков, о многих действительно поэтов, поэтов составляющих гордость нашей культуры, нашей литературы. Это Рубцов, Передреев, это Глеб Горбовский, это Иосиф Бруцкий, масса, был Ахмадулина, Юнноморец. И в очерке о Леониде Губанове, абсолютно непризнанном в свое время человеке, гениальнейшем поэте, он тоже пишет, что человек, который много писал в стол, видно, что в столе-то они лежат и над стихами не работал. Ну, некуда их девать. Ну, прочел где-то, да, там, в кулуарах, где-то на квартирнике, и все. И, в общем-то, дальше пошло. Книжка нужна вот именно для того, чтобы понять, что-то здесь на пару. И вот, когда я взял ее, на третий или на пятый день, я понял, я, я уже не говорю, я бездарный. Я вообще неничтожистая, не никто. Зачем Динка мне помог выпустить эту книжку? Я специально, как раз вот начал работать над второй книгой, и взял на конкурс такие стихи, в которых был не очень уверен, которые читал, воспринимались они хорошо, но какая-то у меня была, вот к ним было какое-то отношение не то. Мне их разобрали так, но я был только рад. Естественно, никаких лавров я оттуда не привез, но, вот это я имею в виду именно в поэтической мастерской, но из общения, так сказать, с моим давним знакомым, очень приличным поэтом Владимиром Шумшученко в очередной раз, я просто вынес для себя очень много конструктивного в плане работы над второй книгой, и в плане участия в следующем поэтическом конкурсе на фестивале в Костовокше, который я уже выиграл. И я точно говорю, если бы меня не дали как следует по ушам на соловках, я бы никогда не выиграл в Костовокше. То есть вот так. Так что дело хорошее. Я не знал, на что способен огонь, покуда к тебе не сорвался тропой огня. И, собирая порох души в ладонь, я заклинаю, не убивай меня, ты это всегда успеешь. Куда я теперь уйду? Я, отыскавший лучшую из планет. И если, спросив однажды, в точку не попаду, не торопись, пожалуйста. Холодно бросить нет. Чему удивляться? Такая цена. Разлука карает лишением сна. И время, увы, ни вода, ни песок. Глотая ножи окаянных часов, я к разуму глух, в очевидностях слеп. Я ранен тобою на тысячи лет. на задворках сентября хохлома и кжель. Через месяц растеряв щедрых сторожей, приносивших на базар фрукты гесперид. осень выплачет глаза и до тла сгорит. Вот тогда наверняка и зиме пора то ли прямо из мешка, то ли из ветра рассыпать по цели нет. Крошева тоски и тоской тебе и мне серебрить виски или запогрить под сукно грязь невинных лет. И надежду все равно что зимы хлеб оставлять на черный день из суши в сердца неустроенных людей верой в чудеса. А потом сходить с ума от самой себя и раскачивать дома воя и трубя в продумных пародняках и встречать рассвет у боюков на руках наш пропащий век, где где душа белым бела только извелась и любовь поскольку зла берегам отдалась за двадцатку не рублей ради пары строк и значительно теплей без угля и дров на задворках сентября хохлом сентября ester и дровки ныне я назначил что долл для зл и м вы л знаете все Если первая книжка «Автопортрет углем» все исходило, в общем-то, из содержания, он такой резкий контрастный, то вторая книга – это не мое название, это название родилось у моих составителей. Я просто согласился, посмотрел, просто есть там про портреты углем у меня строчка, ну, я был согласен, я был тогда на все согласен. Не, ну, вполне все подходило, в общем-то, просто мне как-то не приходило это на ум. «Памяти неисчезающих видов» – это давно мною любимая фраза, но обычно вопросов-то не сдают, все прекрасно понимают, но недавно спросили, а это кому? Я говорю, тебе, дорогой, мне. Ну, все не исчезает, человеку это посвящено. Просто быть человеком во все времена одинаково трудно. Люди вроде, все общечеловеческие ценности для нас вроде как общие, а люди все разные. Человеком остается каждый по-своему, да, у каждого свои способы. Значит, видов много, главное, что не исчезают, главное, чтобы помнить об этом. Поэтому такое название «Памяти неисчезающих видов». Утопили жар птицу, была бы летучей рыбой, сберегла бы до старости, не чешую, так шкуру. Чуть поглубже ныряй, чуть выше и дальше прыгай, избегая сетей, обманывая акулу или прочих помельче, коих всегда навалом, только числом уберущих, ловким порой фартило в обществе цивилизованном, склочным тире кровавым, надежно обосноваться, зависти коллектива ближних не вызывая, положим от слова бранного едва ли кто застрахован. Однако пылкий воробушек, являясь символом бедствия двум переездам равного, подлежал ликвидации за это еще в зародыше. Судите сами, соседям ни сна, ни отдыха, на взводе огнетушителей, сполохи, смрата, калина круглые сутки, проблемы очистки воздуха и питьевой воды. Не хочешь, а вспомнишь каина и озвереешь. Распространенный конфликт. И результат, как правило, одинаков. Ущерб в данном случае, собственно, невелик, поскольку ежу понятно, что у пернатых в семейке полна обойма уродов, кроме особи упомянутой. Отчего же, если приспичит не побелеть вороне? Да и синюшной курице, не похожей даже на курицу, не осчастливить вновь чью-нибудь неизлечимо скупую трапезу под восхищенное тявканье пацанов. На чудеса и вовсе опасно тратиться. Ибо чем ярче вспышка, тем гуще мрак следом за ней. Воистину невдомек Ваньке, который с детства насквозь дурак, и горбунку, который его конек, элементарная оптика. И потому хмыри элементарно нарвутся. Их бы традиционно сплавить подальше. Расходы на водку и сухари можно ли требовать лучшего рациона? В складчину одолеем. Пока они где-то там рвут горизонт на струны для балалайки, врев, отпевая утопшую. Неслухом и шутам разве откажешь в смелости и таланте? Здесь завершить бы праведные труды во укреплении строя. Но вот досада. Искренне полагая сплотить ряды, годные к строевой, образует стадо именно в силу сплоченности. Теснота ожесточенному скотству первопричин о случаях, скажем, в 80 из 100. Пусть в 20 все благородно, чинно. И обольщаться глупо. Классовую борьбу, сытые нафталином киты коммунальной сцены, равные дебютанты, не проще лицезреть в гробу. Куда актуальнее? Кляузы, суды-пересуды, цены на энергоносители, недвижимость, транспорт, соль. Пели подорожает, не то пропадет с концами. И на любовь. Иному приятнее купить, а соль. Не драпируя алыми парусами физиологию. Ладно бы и оно. Стерпится, перемелится. Все про запас мука. Лишь бы не нарушали, благословив на дно дерзостных отщепенцев, штурмующих облака ради высот заоблачных. Проще в кювет сползти. Гордыню врачуя грязью, опять-таки на здоровье. Ты и меня, родная, заочно перекрести. Видишь, цветут умельцы, якобы малой кровью, выстелить столбовую в жуть золотого века. На перекор достижениям в области просвещения чертовски разнообразен животный мир человека. Правила украшают досадные исключения. Когда хмелих морды перекосил, я, упрятав поглубже клеющий глаз, рванул из пепельницы, что истил, и стремглав покатился на край стола и ушел. В падение, в пустоту, на паркета замызганного янтарь, сгоревший бумагой у щек на лету, ощущая, что правильно рассчитал. Но рукой пьяной ей хоть бы хны, подхваченный ловко и воткнутый в рот, хлебнул с накрашенных губ слюны, и в помойное был во дворе он ведро. Вот и все. И снятый с повестки дня, я глотал недоеденной пищи гной и тонул, чтобы наутро меня из картонной пачки достали вновь. Граждане, рысью, похоть взнуздав корыстью, жми до упора всякая пятка шпора, вы ей историк, свечку держать не стоит, нынче избыток заживо позабытых. О, нищеброды, самой высокой пробы, этих задрали волки лесной морали, знать у приматов даже совсем лохматых, определенно, в шкуре не быть дубленой. Деньги на бочку, я паренек рабочий, где-то за тридцать, можем договориться, лишь похмелюги не доставайте. Люди, кружечку пива, зелень, тоска, крапива, тоже наркотик, прежде носивший кортик, клянчит на шило. Дескать, ну как паршиво тянется лямка, нет бы, с утра гулянка, прежуя ланчем, все б купулять в валанчик с барышней томной. Таинство бадминтона, светская прелесть. Ладно, мамзеля, согрелись, не согрешили. Хочешь, ключи в машине, ах, сигарету. Если бы мне карету не достучаться, шпарит по шпалам Чацкий, Самое время К дедушке на деревню Поиздержался, Жители дилижанса Вышибли зайца, Добородным казался Блев за зеркалье, Тявкают по шакалье Звезды экрана, Всякий имеет право Круглые сутки, Модные предрассудки, Брачные планы И под сироп рекламы Известь известий, Ставшие грузом двести, Не помешают, Благо страна большая, Ставим вороньим, Якобы посторонним, После обеда Торжествовать победу. Неубитый субботний вечер, Уйма времени, Сколь не трать, Нарисованный человечек, Заперт в клетчатую тетрадь, Где и в будни-то жизнь, Малина с нарисованного куста, Календарного равелина Олимпийская глухота, Искушает взроптать любого, Мол, достоин судьбы иной, Пригодился бы для альбома, Хоть картинкой переводной, И на фото мог выйти четко, Лишь подкрасить, Да причесать. Даже я, На доске подсчета, Отказавшийся закисать, По страницам воспоминаний, Пробиваю неровный шлях, Разрушая диагонали, И ведействую на полях, Рассыпая чернильный кашель, Бесполезный наверняка, Но бывалая промокашка Осторожного языка Сохраняет от мира втайне, Я ведь истинный партизан, Что появится золотая И раскрасит мои глаза. Оцепенение Насмешка суеты Цена желаний Эпилог прозрения Ошибок совершенных Повторения Вдобавок осознание Четы намерений благих Кромешный рай Не жалует подобных кандидатов Заносчивых И через день поддатых. Поэтому на стук Не отпирай, Моншер апостол, Не греми ключом И врат не трогай Ржавчины скрипучей Вся жизнь моя Без спорных Частный случай. И слава Богу, Ты здесь ни при чем. Хочешь видеть небо, Так пей до дна, Выйти в эфир мечтаешь, Открой окно, Лишь бы попалась нужная Длинная волна, Лишь бы у чаши Не прохудилась, Но шансы И в этом случае Не мог лезть. Взгляд с первым залпом Сплющив Об потолок, Вскоре с носки Придется На стенку лезть, И если Законопачен оконный болот. Законопачен оконный болот. Тело, оно, конечно, В себе самом, Только себя попробуй-ка Одолей. Мусор морзянки Озвученных аксиом, Кровь превращает В полузасохший клей. Слову, предпочитающее число, Не разделяю Вашего торжества В силу того, Что с миром Произошло. Ишь, голосят повсюду А речь мертва. Господи, Ну по что Столько лет насквозь Не унимаясь Шпарить полет шмеля Бестолочь, Дрянь, Марокко, Да на авось Страшно все бросить, Страшно начать С нуля. И не пытаясь Будущее спасти, Не отвергая Прожитая Долой Право на покаяние Обрести Или же С честью Анафему Похвалой. Вот и живу я Будь-то Себе во вред, Не отзываясь Толком На злобу дня. Мой повидавшие виды В автопортрет Многие хают Даже подчас Родня. Грех обижаться Экие пустяки Каждый упрек По-своему Справедлив Целый покуда Шейные позвонки Небом поернут Яблок глазных налив. Просто восприятия Разные Передачи Эмоций Тоже разные Есть люди Которые пишут На взлете Есть люди Которые пишут На потенциальном нуле Есть люди Которые пишут На потенциальном яме Поэтому Прошу Все это правильно Понимать Я Очень веселый Жизнерадостный Человек А жесткость Позиции художника Она Определяется Наверное Жизненным Установком Вот Поэтому Как-то вот Время-то проходит Прощать конечно надо И в общем-то Надо прощать Но Не всем и не все В том числе и себе Прощать не то Что вот никогда не прощу Просто какие-то выводы Надо делать Прощение не должно быть Аморфно-абстрактным Каким-то конструктивным Должно быть Не то что Я вот тебя прощу А ты лучше стань Нет конечно Прощение это нужно Не тому кого ты прощаешь А прежде всего Самому себе Вот Но путь к этому Довольно запутан Вообще Человек Существо Нелинейное Скорее всего И Существо Которое Преследует Наверное Все-таки Стратегию В конечном итоге Стратегию Непрямых действий Есть такое понятие В военной науке В военно-политических Доктринах Оно и на человека Распространяется Поскольку Им и придумано Поэтому Не все так просто Хотя иногда кажется Что просто До ясности К сожалению Чем Дольше Пытаешься Распутать Этот клубок Тем больше Он становится Поэтому Ну все нормально Так и должно быть Иначе никак Царство вечных вещей Мир бетонных пещер Лабиринта Стандарт В тесноте Пустота Окалел Минотавры Неизвестно Когда Средь Житейских Морей Ариадня Стареть Вот и вся Недолга Коляфинский Плэйбой Обещая Любовь Ей Наставил Рога Будни Острова Крит Тараканов Морить До соседей Гонять От гнилого Вина Двородимых Пятна Суета Да брехня Только Пущи цветут И всегда Тут как тут Олимпийская Рать Кто не бог Тут герой Все одно Домострой Где ж других Понабрать Рассуждать Не берусь Здесь Со всеми Прокруст Позабавился В сласть Лишь старик Диоген На короткой Ноге С придержащими Власть Век Живи Век Учись И по стиле Харчи За ошейник Раба Дернешь Цепь Не порвать Сам такую ковал Ах ты Дура Губа Когда стихнут Крики Уймись И отменят Приказ Повзрослей Когда надоест Глотать Цитат Казеиновый Клей Не убегай Подожди Загляни В старый дом За рекой Там лежат Шкуры Маленьких Медвежат Помнишь Ты их задушил Еще не окрепшей Рукой Вновь Не выдоха Не вдоха Просто так По рукам Пошла Эпоха Запятак Да и я С пеленок Радостный Пострел Выбиваясь Из селенок Постарел От сомнительных Новаций Пришлых лет Продолжая Зарваться В интеллект Впрочем Брезгуя Подсчетами Айкью И житуху Ох Нетрезвую Свою Не по правилам Диктуемым Извне Перекраивал А стать ей Длиннее Думать Поздно Было Правду Говоря Так штормило Не держали Якоря Мне бы К берегу Скорее Но куда Маяки До тла Сгорели Со стыда И смотрители Изъяв Тоску Из глаз Оскоромились В боях Со средний Класс Болнишки С чего бы Это А святом Вышивая Дни Кладбищенским Крестом Наступало Мне на горло Бытие Все прогоркло И ухмылки И нытье И карьерные Срамные Кренделя Лишь Наверное Родимая Земля Хладила Лихоманку Круговерть Невредимо На расстеленную Тверть Лег я Руки Пораскинул Средь полей И любуясь В небе Клином Журавлей Обминал Цветы Травы Тень Деньской Говорят Я с виду Бравый Городской Для плакатов Годи хоть Под трамвай Знай Фасон Блюди Да впредь Преуспевай Только с виду Все оптические Изъян Не в обиду Посторонним И друзьям Тень открытого Забрала Детских снов Но отнюдь Не умирала Вновь и вновь Разъедая Теневую Благодать Вера в то Что ни в какую Не продать Не купить Ни в коем случае Шалишь Наши Вотчины Дремучие Париж Очевидно Стоил Мессы Королю Внук крестьянский Местный Я уж потерплю Не марая В бухгалтерии Чело Кон в империи Родиться Повезло Где со временем И стлею Просто так Оттого Едва ль сам лею Запятак Мои покаяния Не стоят гроша Прочли бы Анафему Мне не спеша Да взяли бы С плахой топор На прокат Чем жить Так как я Уж лучше никак И глупо Судьбу Спасение Молить Таланта Валяться В ногах Искулить Врагу Не желая Роняю В слезу От смеха Поскольку Иду На грозу Тут тоже Небольшая Ремарочка Будет В плане Каком С тем же Володей Шущенко Мы много Тоже общаемся Но он Устраивает там Литературный Ликбез Обсуждает Не по сути Мысль Сказанную А в ту То В какую форму Это обличено И обсуждает В общем-то Поэтические средства Хотя у него Прорывается Истинный вопрос Зачем это написано Давайте разберемся Потом Себя гасит И говорит Давайте посмотрим Как это написано В результате Он Выступает Там Ну как Апологет Так сказать Очень Ревностно Относится К тому Если ты Используешь В стихотворениях Вот такого Плана штампа Иду на грозу Все знают Особенно Старшее поколение Прекрасный фильм С Лановым С Белявским И так далее Я считаю Что-что И прекрасная повесть Да-да-да Естественно А вот Я не считаю Невозможным Так сказать Не использовать Это В стихах Поскольку Иду на грозу Ну это Не просто Вот иду на грозу Это Ну Вописывается Некое явление Достаточно Всеобъемлющая характеристика С одной стороны Вроде и понимай Как знаешь Что с другой стороны Все понимают У Довлатова Есть прекрасная фраза Когда они просыпаются Да В заповеднике С Валерием Марковым Вопрос У тебя как состояние О-о-о Иду на грозу Ну это Все понятно Ну Я вот Почему-то считаю Что наоборот Вот такого плана Хорошие вот эти вот Брендовские штампы Можно использовать Вполне Ничего страшного Точно так же Вот касаясь Нашего любимого Метафизического алкоголя Значит Был такой случай Там на свободном микрофоне Выступал Автор из Северодвинска Хороший парень Такой простой Очень По общению Мы потом с ним познакомились Андрей значит Играет песню Но там Лейтмотив такой Если словами Бродского Сказать Ах проклятое ремесло поэта Там телефон молчит Впереди диета Вот И все это сворачивается Опять же Вот на возлияние Выходит Шумшученко Который ведет этот микрофон И в этот сабы Заявляет Вот я вот 29 лет уже не пью Вот почему туда-сюда Миленький Володя Да не пейте ради Бога Ну рады мы за тебя Ну что ж ты парню-то Обламываешь-то совсем Это же свободный микрофон Ну вот Придет он к Валентину Ивановичу Вихареву В мастерскую В авторскую И там ему все скажут Что и было сделано Собственно говоря Вихаревым очень тактично Ну вот зачем Вот это Я не понимаю Вот я вот Не надо так писать Вот Ну это ерунда По-моему Почему не надо так писать Понять не надо Каждый пишет Как он дышит Другое дело В профессиональном плане Может быть Ну Я не то что там Против Совсем против этого Конечно Все имеет свою Золотую середину Как бы мы не хотели В крайности вдаваться Профессионализм тоже То есть Что это Золотая середина Это в общем-то Чувство вкуса Да Чувство вкуса Дает только Профессионализм Истинный В любом деле Вот Не переборщить Не пересолить Не пересолить Лицо И так далее Вот Поэтому Вот такие вот Я делюсь с вами Вот такими впечатлениями Походя Ну Вот Как-то Чтобы Не совсем уж Кирпичами Слух Загружать Вот опять же Бьет веселье Через край Окаянного сиротства Подожди Не умирай Это нынче Слишком просто В нашем городе Больном Бесприютными ночами Лучше хлебом И вином Утоли свои печали Оставаясь до утра Не в себе Совсем немного Пусть гнилая конура Пусть настырная зазноба Слава Богу Не твоя И глаза бы не смотрели Пусть старинные друзья В самом деле Постарели Да и ты уже не тот И рысить возьмешься Вряд ли Ну и ладно Все тип-топ Здесь крамольные порядки В моде Сутки напролет Хочешь плачь А хочешь смейся Участковому поклеп Коммунальное семейство В устной форме возведет Только правду Как ни странно В общем грязь Свинью найдет Значит поздно Или рано Умываючись хулой Нечто дурень Ждал награды Непрекаянные злой Чем богаты Тем и рады Ты покинешь склочный мир Нам единственно бывает Белый свет Ужасно мил Если сразу Наливают К чести Так сказать Моих слушателей Меня ни разу Я читаю это стихотворение Довольно часто Никто не обвинил в том Что я воспеваю Паритон и вертеп Собственно говоря Все понимают правильно И знать не хочу Какой нынче день Опять же Который час Коль схожи портреты Шаленых недель И профилем И анфас Залекся я Доверять часам И даже календарю И в круглосуточной спешке Сам Нет времени Говорю Избит порядком И бородат Мой юношеский экспромт Что линия перемены дат Ремарка достойный фронт Зачем же мне знать Какой нынче год И век на дворе какой Почисти сказать Я и сам Вот-вот Махну на себя рукой Не нужно Возгласов и гримас Причина тому одна Очередной городской романс Исчерпан почти до дна Едва ли построены города Ребятами тех широт Где время не деньги И не вода А солнце И кислород И сколько мне лет А не один Лечет Конечно Не суперстар И я кризис возраста Брать в расчет Казалось бы Перестал И сам Пытаюсь Себе собрать Ах совесть Да бог то с ней Спешил бы вон Гамушки Собирать Которые Поценней С чего бы Зазря Пропадать Добру Означенную Тропой Уйду Ну разве что В бухару Точнее В глухой Забой Повсюду Крабли Ни жизнь Курьез Довольно Уже Плутать Ведь в люди Не выйти Если всерьез Решил Человеком Стать Что тоже Впрочем Карьерный Рост Вне шума И толкотни Сорвешься С себя Самого И сброса Выдохся Извини И вновь Равнинный Возьми Аршин Его Племеняя В плеть Твой мир Двухмерный Не сокрушим Не вздернуть Не растереть Не вздернуть Не растереть В одном из Начальных стихов Про Тараканов И клопов Там было Вот скажите Вот откуда это взялось? Очень просто Тараканы В нашей жизни Присутствовали Я вообще их считал С общежитием Моими друзьями Вот Поэтому Я как-то действительно Клопы Клопы Тараканы Они же нас сопровождают Везде Я сидел У себя На кухне Действительно Впереди Я только что Вернулся Из отпуска Денег нет До работы Денег не платят И комбинат Деньги не перечисляет Сижу Сигарета Последняя Все Надо куда-то идти Что-то делать И сказать что-то Тут выползает Из-под плинтуса Товарищ Ползет по ножке Серьезно говорю Заползает на стол Хорошо супруги не было Она их органически Не переваривает Я его на ноготь Посадил Посмотрел Говорю Он усами Пошевелил Отпустил Все Плохо Корочку тебе дать Вопрос вызван Просто у нас есть Один автор Из Мурманска Мы вот Вы выпустили Почти напечатали Сборник Вот такой вот Он поменьше будет Конечно И у нас Один мальчик Из Мурманска Он тоже Про клопов Вот меня Заинтересовало Что же так Эти клопы Цепляются Не цепляются Просто любят Их Это очень органично У Саши Черного У Саши Черного Безборовая сестра В облезанной коцовейке Насилует Простуженный рояль А за стеной Жилищка Белошвейка Поет романс Пойми мою печаль Как не понять В столовой тараканы Оставят черствый хлеб Задумались слегка В буфете Для бежат Сочувствуем на стаканы И сырость капает Слезами с потолка Нормально Но здесь Вот оно ведь тоже Во-первых Он страшно живучий Потом он проны Понимаете Какой бы ни был толстый Он все равно протиснет Внешний скелет То есть У него куча всякой-всячин Очень интересно Товарищ А потом он здесь живет В нашем человечем общежитии Да и наших лодок Худые шайки На плаву Но если Одна Из трех А волны набежавшие Сокрушают Либо нищета У причалов шрет Эй, кого в парную Снесло течением Благо не в грязи мы И не в пыли Восхитимся собственным Насначением Банной жизни Голые Короли Восхитимся собственным Насначением Банной жизни Голые Короли Появляется Собирать камни Кидать камни Вы Александра Ахиллеса Не читали случай? Именно так Александра Ахиллеса? Да Это на библейский Скорее больше Да? Собирать камни В рассказах И в произведениях Ничего страшного Там нет Есть любимые Такие вот вещи Мне вообще кажется Вот если честно Что говорю я Постоянно в каждом Секретаре Об одном и том же Толдыщ в одно и то же То же самое Юрий Шевчук Говорит Да все песни Я проснулся И подумал Дурак Столько песен Написал Все на одну тему Куда это? Не дай бог Кто-нибудь догадается То есть По-любому Поэтому иногда Конечно Приходится Камни Это Естественно Лена абсолютно права То есть Швырять и собирать Разбрасывать и собирать Камушки собирать Да Ну просто Такая интерпретация А так Напечатали Чтобы помучились Читая Не разбирая Что это Такое Дело в том Что я видел Первоначальная обложка Была не такая Хотя там тоже Была завернута Но немножко Помягче Вот Она была Более такая Более цветная Но вопросы Эх Мани 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 Вынудили Оптимизировать Цену За счет обложки Что самое дорогое Убрать Парсуну мою Ну и бог с ней Вот Но сохранить содержание В принципе Когда Игорь мне прислал Вот эту штуку Меня это устроило А пусть будет так Печатали ее В Петрозаводске Там тоже Игорь говорит Когда отправили туда И пришло письмо Что это за обложка То такая А Игорь говорит А вот давайте Думайте Так что Это нормально Я считаю Понимаете Ведь если обратиться К началу века Вот я просто занимался В свое время Творческим вечером Готовил вечер Творческий По творчеству Мандельштама Вот И не только его И обратил внимание На тиражи Две тысячи Тысячи Ведь в общем-то Вот там Шесть книг Основных Мандельштамовских Которые вышли Там С двенадцатого года Да Я уж точно Не помню сейчас Вот Они Выходили Там Большой тираж Если не ошибаюсь Три-четыре Ну максимум пять тысяч Это вообще Считалось запредельным То есть Примерно то же самое Ситуация повторяется Это В советское время Во времена Господства плановой экономики Да Я вот отцовскую книгу держу Книжка стихов Я на севере живу Сто тысяч экземпляров О да 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 Где они А так Жалко отца Уже нет давно И спросить Батя А где книжечки Вот По десять копеек Ну сто тысяч Да Да Это Совершенно Так сказать Было в порядке вещей Поэтому Я думаю Что Эта тиражность 500 тысяч экземпляров Для поэтических сборников При том условии Что они коммерческими стать Не могут совершенно Алексей Витаков Значит Ну для меня Леша Слава Богу Не только для меня Здесь присутствующих Он Читал Прочел Я вот тут Книжку Прозу Вали все на Меркурия Она такое Двойственное впечатление Оставила Вот То что там Посвящено Периоду Нашествия татар На Русь Написано Великолепно Со знанием дела Хотя есть там Неточности Тоже можно цепануть Там в частности Самаркандского шахства Не было бы Государства Хоризм шахов Но это тонкость Вот все остальное Это обернуто В Чтиво А-ля Донцова-Маринина И так далее Вот Чтобы продавалось Но Напечатано тиражом 600 экземпляров И получается нонсенс Все равно Коммерческой Эта книжка Не будет А вот Если бы Сделать Пойти по другому пути И сделать Прекрасную повесть На основе Вот этого Исторического материала Нашествия Этого тумена Батухана На Смоленск И спасения Чудесного спасения Смоленска Вот это было бы Да Вот это было бы Здорово У меня вот Надо будет Леше вконтакте Как-нибудь задать Вопрос Ну или так В личке В личном общении Поэтому Он сказал Что я сдаду Отдельно Вот если Уже Уже есть проект Да Поэтому Такая вот Штука А Большими тиражами Нет Это не будет И очень долго Не будет Печататься Да-да-да Таня Агапова Вот он Там издавал Вот Игорь Дылев Собирает издавать Он тоже у него Издавать собирается Да Кожовщий Свою книгу Интервью Тоже у него То есть Все практически Да У него Так или иначе Да Так или иначе Да А вот у меня Есть здесь Его эти И все Очень просто Для того чтобы Авторы которые Не только в интернет Пространстве Потому что все-таки Я думаю что Интернет интернетом Но появление в полиграфическом Виде Это тоже Это хорошо Книга Все-таки книга Это гораздо больше Вот такие вот дела У меня Немного денег В кабаках Меня не любят А служанки Вяжут веник Да сердито Щепки рубят А служанки Вяжут веник Да сердито Щепки рубят Я испачкал Руки сажей На моих лезь Низах копать Создаю Свои Миражи Ох Мешаю Всем работать Разбитные Судомойки Судомойки Добродетельная Ощелять И на самой Жесткой Койке Ваша честность Рай вам Сделет И на самой Жесткой Койке Ваша честность Рай вам Сделет Ох Тяжела С бельем Корзина И месени Кастрин Так плоский Тем краснее Льется Вина До утра Хрусталь Господский Тем краснее Льется Вина До утра Хрусталь Господский У меня Немного денег В кабаках Меня Не любят Разбитные Судомойки Ох Тяжела С бельем Горзина Я Испачкал Руки Сажей А на моих Лезеницах Копать Добродетельная Челять И месени Кастрин Так плоский Ла-лай 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 Это было просто великолепно. Я не знала, что так можно читать стихи, В своем клубе, который мы будем делать с поэтами, они отозвались с большой радостью на то, что он будет Я хочу как раз показать, если удастся застать видеозапись, чтобы не узрели, как надо читать стихи Я хочу пригласить Вадимира, чтобы он нам показал Потому что, учитывая, что мы все связаны с овацией, очень тесно, с фестивалем художественного слова, это нам очень важно Я школьница, учу в 10 классе Параллельно занимаюсь на данный момент выпуском сборника школьников, студентов и даже преподавателей города Апатита, кто уж к нам пришел И вот так постепенно я начала собирать знакомых мне людей, узнавать, что прорвался ветер сквозь двойную раму Испуганно пригнулся огонек, но не погас, а выпрямился снова и дружелюбно подбегнул поэту И я надеюсь, что поэты мои поддержат вот это, и наш клуб тоже будет называться «Огонек» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!